Из режима ограничений Россия начинает выходить поэтапно. Президент Владимир Путин объявил, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается 12 мая. Но борьба с эпидемией коронавируса не заканчивается, поэтому профилактические меры сохранятся. Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения с размерным уровнем рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать. Или сохранять. В Самарской области ограничения сняты частично. За сутки в регионе зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в области достигло 1083. В регионе организована 2641 койка для лечения пациентов с COVID-19, что на 473 койки превышает плановый показатель, определенный Минздравом страны. Из них 1092 с кислородом и 766 с аппаратами ИВЛ. Работа по увеличению коечного фонда продолжается. Уже к 22 мая развернут порядка 70 мест на базе Волжской центральной районной больницы. Также принять больных коронавирусом будут готовы клиники Самарского медицинского университета. Там подготовлено 100 коек. Кроме того, к 20 мая будут развернуты дополнительно 120 коек на базе больницы Середавина. Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в своем аккаунте Instagram. Он рассказал, какие именно ограничения сняты и с каких территорий региона. Таких муниципалитетов у нас 22. Я их зачитаю. Это Кинель, это Октябрьск, это Отрадный и Похвестнево. Четыре города. И 18 муниципальных районов. Даем возможность работать предприятиям розничной торговли, даже тем, которые торгуют не продовольствием и не продуктами первой необходимости. Но с какими ограничениями? Это магазины, которые имеют торговый зал площадью не больше 400 квадратных метров и отдельный наружный уличный вход. При условии нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 15 квадратных метров площади торгового зала. Также мы в таких муниципальных образованиях снимаем запрет на посещение парков, лесопарков. В своем обращении президент большое внимание уделил поддержке экономики и сохранению занятости населения и рассказал о введении дополнительного пакета мер для бизнеса. С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Воспользоваться ей смогут все предприятия, которые пострадали в современных условиях, включая социально ориентированные НКО. По оценке главы государства, это позволит поддержать порядка 7 миллионов рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОД на одного сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Президент объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Всем, кто воспитывает детей в возрасте от 3 до 15 лет, нужно обратиться за единовременным пособием в размере 10 тысяч рублей. Получить его можно будет с 1 июня текущего года. Обратиться за пособием можно уже сейчас. Дистанционно через портал Госуслуг или через отделение Пенсионного фонда. Специальная федеральная доплата на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля устанавливается для сотрудников социальных учреждений. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Лариса Шлафаст, События.